Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Мероприятие серьезное, я с радостью хочу представить у нас в гостях Романов Андрей Николаевич, председатель Мегарнальной общественной организации Романов Андрей Николаевич, Пуршанский Владимир Назарович, Один из гостей в Северо-Кавказском регионе. Руководитель исполнительного комитета местного отделения по городскому округу Мыкиши Московской области Общероссийской общественной организации Офицеры России Шамбов Станислав Валерьевич. И я передаю шуму Станиславу Валерьевичу. Пожалуйста, приветствую. Здравствуйте, уважаемые ребята. Вы находитесь в категории молодежь, дети, вы подрастающее поколение. Вот у нас первый слайд нашей работы называется «Сегодня дети, завтра народ». Ну и действительно, сегодня вы растете, пока еще дети. Завтра из вас будет состоять, из ваших усилий, из ваших мыслей, будет состоять то государство, в котором мы, как пенсионеры, как ветераны, будем уже жить, благодаря вашим мыслям каким-то, вашему законному, правомерному поведению. Я помимо того, что руководитель исполнительного комитета, как прозвучало, являюсь еще и ветераном правового департамента, Центрального аппарата МВД России. То есть ветеранская организация Центрального аппарата МВД России во взаимодействии с управлением в работе с молодежью администрации городского оборудования проводит сегодня с вами День правовых знаний. День правовых знаний имеет свою историю. Мы видим, что 20 ноября 2016 года будет Всероссийский день правовой помощи детям. Почему этот день обрел свою историю? Вот это сегодня, которое мы с вами проводим, оно проводится во всех субъектах Российской Федерации. То есть примерно сегодня, потому что выпадает выходной день, во всех школах собрались дети, молодежь, представители местного населения и работают в плане оказания правовой помощи, поддержки, консультирования тех, кто относится к категории несовершеннолетних. Дело в том, что вот этот праздник возник из нескольких, как бы имеет свою предысторию. Ну, в частности, началось это еще, ну, наверное, в годы войны, когда все люди мира посмотрели, что же творится во всем мире, или какое безобразие, война какая идет. И когда завершилась страшная война победой советского народа в Берлине, 9 мая 1941 года, после этого люди собрались и создали организацию объединенных наций. То есть, для чего это было создано? Для того, чтобы представители всех стран соединялись и решали какие-то общемировые проблемы, потому что мир уже настолько близок стал благодаря технике, самолетам, пароходам, всем видам транспорта, объединениям языков, что уже наш общий дом, наша земля родная стала уже очень близко. Вот. И мы настолько стали влиять друг на друга, что настал момент, когда мы вынуждены были предъявлены к такой форме самоорганизации общества, когда совместно решать какие-то вопросы. В итоге была создана организация объединенных наций. Дальше эта организация объединенных наций, он начал осмотреть, что же в мире творится такого, что мы можем улучшить как бы для всего мира, для всего человечества. В частности, посмотрели, что и в годы войны, и в все предыдущие, и в послевоенное время. Действительно, дети, из которых произрастает следующее поколение наших, наше поколение, как-то вот не защищены. То есть на местных уровнях, во всех странах, имеют какие-то свои локальные законодательные акты. В одной стране вот так смотрят на детей, на другой, да. В некоторых считается, что детей вообще можно эксплуатировать в родстве, да. Вот. И это считается нормой. Таким образом, было принято решение сформировать и принять на уровне организации объединенных наций декларацию прав ребенка. Именно 20 ноября 1959 года была эта декларация, принятая декларация, называется прав ребенка. Дальше, ну, безусловно, в разработке этой декларации принимали все члены организации объединенных наций. И она является одним из основных документов, надполагающих международных документов, которые регламентируют как раз отношение общества к детям. В последующем, эта декларация приняла какие-то корректировки, изменения, просто мир менялся, и, соответственно, необходимо было принять уже более такой освеженный, что ли, документ, да, вот, который не отменял, безусловно, декларацию прав ребенка, но ее дополнил новыми нормами, новыми возможностями. Это конвенция, организация объединенных наций о правах ребенка. Она была принята также 20 ноября, тоже в 89-м году. Дальше была в этом плане тоже, который нормативно проводит смен, который используется из международных. Это всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-м году. Дело в том, что Российская Федерация при, как бы, постоянно принимала в этом процессе активную часть и обратила внимание, что надо не только, как бы, тем людям, которые имеют отношение к правоприменительной деятельности знать о действующем законодательстве, но еще и населению доносить нормы законодательства об их правах, об их обязанностях. И вот, как бы, с этой идеей был принят федеральный закон в 2011 году по бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. То есть, вот эти нормативно-правовые законодательные акты как раз и легли в основу, в том числе и нашего мероприятия и многих других вопросов, которые решаются в плане защиты детей, молодежи и несовершеннолетних, которых вы все относитесь. Но об этом чуть позже. Значит, кратко о декларации прав ребенка. Основные принципы были изложены. Это право на имя. Понятно, потому что были такие прецеденты, что даже вот, чтобы встречались дети, ну, я не буду здесь о негативе говорить, будем говорить о том, что хорошего было сделано. То есть, право ребенка на имя. Каждый ребенок должен иметь гражданство. Каждый ребенок имеет право быть любимым, быть в семье, то есть, воспитываться в духе любви близких людей. Ну, это, в первую очередь, члены его семьи. Каждый ребенок имеет право на понимание, то есть, к его мнению обязаны прислушиваться. Ребенок имеет право на материальное обеспечение, чтобы достойно существовать в этом мире, который имеет не только духовные, но и материальные параметры. Также ребенок имеет право на социальную защиту. Социальное означает, ну, социум, социальное общество. То есть, со стороны людей, со стороны общества, каждый ребенок имеет право на свою защиту. Если у него какие-то проблемы, вопросы возникают, то мы все, взрослые люди, должны помогать детям, обязаны в соответствии с этой рекварацией. Каждый ребенок должен получать образование. Чем мы с вами занимаемся? Вы, школьники, учитесь, мы, все педагоги, воспитатели, общественные деятели, которые принимаем в этом участие, родители, все так или иначе воспитываем вас в тех идеалах, которые, на наш взгляд, считаются, видятся наиболее для вас полезными, позитивными, которые сыграют важную роль в вашей дальнейшей жизни. Каждый ребенок имеет право развиваться физически, нравственно, духовно, в условиях свободы и достоинства. Ну вот, все эти 10 принципов вы можете на их основе себе пометить или взять эту декларацию, и руководствуясь этими принципами, отшлять свою деятельность в обществе на вполне законных основаниях. Если что-то, какие-то моменты вас не устраивают, вы таким образом ссылаетесь на декларацию прав ребенка. Дальше, что же сказано в Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка? Конвенция признает за каждого ребенка, независимо от расы, цвета, кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национально-этническое и социальное происхождение, юридическое право. То есть вы имеете, обладаете правом на воспитание, на развитие, на защиту, на активное участие в жизни общества. Вот ваши основные права, которые общество должно способствовать вам в их реализации, этих ваших прав. Конвенция увязывает права ребенка с правами обязанностями родителей, что отражено в региональном законодательстве, в частности в Семейном кодексе Российской Федерации, и других лиц, несущих ответственность за жизнь детей. Это могут быть и организаторы, органы опеки, попечительства, это и попечители, как физические лица. А также развивать, иметь право на развитие, защиту и предоставлять ребенку право на участие в принятии решений, затрагивающих его настоящее и будущее. Если это какой-то вопрос затрагивает ваши права, вы, безусловно, ссылаетесь на декларацию прав ребенка, на конвенцию организации прав ребенка, о правах ребенка, и требуете внимания общества, чтобы вы были услышаны. Для создания и развития механизма реализации прав ребенка на защиту декларированных конвенций, гарантированных Конституцией Российской Федерации, принят целый ряд законодательных актов. Вот мы сказали, что, во-первых, в первую очередь, это все нашло отражение в Конституции Российской Федерации, я вам уже упомянул, семейный кодекс Российской Федерации, закон, который более расширенно трактует вот эти ваши права, закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. И поскольку вы учащиеся, также и в законе об образовании, эти вопросы детально-детально все прямо расписаны, и много раз, не один раз обсуждались на всех уровнях, и постоянно общество работает над их доработкой, над их улучшением, соответственно. В чем мы предлагаем? Вам принять участие, как активным членам общества. Может, нам что-то подскажете, взрослым? Вот у нас что-то, мы бы хотели что-то лучшее. Мы с радостью примем, и в соответствии с действующим законодательством будем принимать участие в формировании вашего настоящего, соответственно, будущего. Если посмотреть по действующему законодательству, то даже по жизни, вы смотрите, что одни дети, как бы маленькие, учатся в начальных классах, до четвертого класса, дальше чуть-чуть повзрослеели, еще повзрослели, вы сами это между собой видите, что вы взрослее, ну, более трезво, что ли, видите мир. Соответственно, и категорирование, категории несовершеннолетних, к которым вы и относитесь, они в законе приобрели следующее распределение. Во-первых, ну, мы все с вами люди, да, люди-человек, да, человек. Распределяется как бы по закону на несовершеннолетний и совершеннолетний. Совершеннолетие наступает после 18 лет. То есть, а что до 18 лет? Ну, это ребенок от 0 до 6. До 6 лет человек считается ребенком. Да, этот человек, после его рождения, он имеет документы свидетельства о рождении, он признается, за ним признаются права и так далее. Ну, он признается ребенком, соответственно, у него есть свои особенности, да, в реализации своих прав. И, соответственно, по обязанности общества по отношению к этому ребенку. От 6 до 14 лет человек считается малолетним ребенком. Это по закону. И от 14 до 18 лет считается до несовершеннолетним ребенком. Ну, давайте рассмотрим поближе, что же у нас расписано в законодательстве по поводу вот этих тех моментов. До 6 лет есть такое понятие, как дееспособность в законодательстве. Что такое дееспособность? То есть способность существует действие, деяние, так называемое. Деяние подразумевает под собой в юридической практике это действие, либо бездействие. То есть и действие, и бездействие это составляет одно и то же. Деяние. Почему? Вот, к примеру, человек видит, что плохое совершается, но ничего не делает. Соответственно, это тоже деяние. То есть он принял для себя решение не принимать участие, бездействовать. Пускай плохое совершается. И это может квалифицироваться как нарушение действующего законодательства. То есть бездействие. Поэтому, и, соответственно, с другой стороны, кто-то действует. Поэтому вот это в совокупности деяние образует деяние действие и бездействие. И, соответственно, есть такой термин дееспособность. То есть способность осуществлять некие деяния в соответствии с законом. Ребенок таким образом признается еще не дееспособным действующим. Это объясняется тем, что ребенок в силу своих малых лет не может понимать и отвечать за свои поступки. Наверное, с этим имеет смысл согласиться. Но ребенок обладает следующими правами. На гражданство. Мы уже с вами говорили. Правоспособностью по гражданскому праву. Мы с вами позже рассмотрим. Право на имя, отчество, фамилию. Это уже прописано в документах. В частности, о свидетельстве о рождении. Право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от них защиту своих прав и законных интересов. Ну, все вот эти нормы прописаны по-разному в том законодательстве, о котором мы с вами уже говорили. В частности, в семейном кодексе очень подробно некоторые моменты рассмотрены. Но при этом на имя ребенка уже может быть открыт счет в банке. возраст от 6 до 14 лет. Называют ребенком, малолетним ребенком. Дееспособность, признается, такого ребенка уже частичная. То есть, часть каких-то прибавляется к нему прав и, соответственно, обязанностей. До 14 лет ребенок может совершать не все сделки, а только те, которые необходимы на каждый день. То есть, мелкие бытовые сделки. Это означает, что можно покупать в магазине любые продукты. Это мы с вами каждый день можем наблюдать. Кацелярские товары и вещи, предметы, которые необходимы для учреждения нашей деятельности. Также, ребенок до 14 лет может совершать сделки направленные на получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации. Эти нормы просписаны в гражданском законодательстве. Это гражданский кодекс Российской Федерации. Там несколько частей. В случае, если не можно заключить сделку от своего имени, могут выступать родители, усыновители и юны. Ну, в гражданском кодексе прописано, какой уровень вот этих сделок может существовать ребенок и так далее. Мы сейчас галатажно эти нормы рассматриваем. Если более подробно, я уберегу, подливый ум вас всегда это все найдет, а мы всегда в этом подскажем. От 14 до 18 лет уже называют несовершеннолетним ребенком, приобретая стать несовершеннолетнего ребенка. И приобретают статус дееспособности. То есть некоторый жизненный опыт набрал человек, может осознавать, отвечать за свои поступки. Поэтому закон дает право самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендии, иными доходами, совершать мелкие, бытовые и некоторые другие сделки. Ребенок, несовершеннолетний ребенок, кто 14-18 лет, может носить вклады в кредитные учреждения, распоряжаться и осуществлять уже авторские права. Ну, к примеру, если из вас кто-то напишет картину, которую потом будут продавать за большие деньги, то вы можете уже начинать этим заниматься, можете какие-то свои истории писать. В частности, мы имеем опыт из международной практики, что несовершеннолетние дети из своей фантазии писали книги, на основании этих книг потом создавались фильмы, эти фильмы получали мировой прокат, и ребенок как бы, да, вот, и за книгу получал доход, и за фильм получал доход, почему? Потому что уже защищено его авторское право на вот подобные его деяния, действия. Также ребенок, может осуществлять несовершеннолетний право авторов произведения науки, литературы, искусства, изобретений, и мы охраняем законным результат своих интеллектуальных действий. Остальные сделки можно осуществлять в письме на согласии родителей и усыновителей этих слов. Более детально это рассмотрено еще раз говорю в гражданском законодательстве. И когда ребенку исполнилось 18 лет, с этого возраста, после 18 лет, ребенок признается совершенно лень. и становится соответственно полностью дееспособным. То есть обладает, приобретает право осуществлять деяние, действия и бездействия в соответствии со всеми нормами действующей законодательности, но при этом и наступает соответствующая ответственность. И соответственно надо посмотреть о своих обязанностях. с этого возраста, с этого возраста 18 лет совершеннолетний человек самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенной сделке. Подлежит уголовной ответственности за преступление. В частности в уголовном кодексе я пришел вам его показать. Недорогая книжка в порядке 100 рублей стоит во всех книжных магазинах. Очень интересно я полагаю вам будет познакомиться с ее содержательной частью за какие преступления, какие вообще деяния становятся преступлением. Почему я бы вам это рекомендовал поинтересоваться? Дело в том, что молодые люди по своему возрасту, по своему легкому предыдущему отношению полагают, что все нормально, жизнь прекрасна и не совсем в полной мере осознают, что вокруг них творится. И по своей неопытности опять-таки могут совершить и совершают к сожалению некоторые виды преступлений. Нам бы не хотелось, чтобы эта беда коснулась вас, вашей семьи. Поэтому мы собственно разъясняем вам, доносим, что если вы чувствуете какое-то неправомерность деяния, может быть лучше подумать, взять умную книжку, почитать, может с кем-то посоветоваться, может при вас это что-то нечто изнутри говорит, нехорошее происходит. А что же нехорошее, как оно квалифицируется? Это уже понятно вопрос специалистов, но мы бы вам рекомендовали прежде чем осуществлять деяния, то есть действия, которые вы подразумеваете, можно подразумевать, как под незаконными, воздержаться и прежде обратиться к действующему законодательству. мы сейчас это не будем воспроизводить все нормы уголовного права. Мы обратимся к трудовому законодательству. Это и гражданский кодекс подразумевает, это и трудовой кодекс, который мы в этой части нашей беседы обращаем ваше внимание. Каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду. По общему правилу, если нет 16 лет, ты не можешь быть принят на работу. Если от 14 до 18 лет и очень хочется поработать, в частности вы принимаете участие в общественной жизни, в школе, то в принципе это государство вам возможность предоставляет. и предоставляет услуги по временному трудоустройству, свободной от учебы времени. При этом руководство школы взаимодействует с государственной службой занятости населения. Но из всех правил есть исключения. Если человек 15 лет и учится в школе, учебном заведении, можно выполнять легкий труд, чтобы не вредило здоровью и не мешало успеваемости в школе и гурном учебном заведении. Этот легкий труд можно выполнять в согласии родителей, попечителей и органов опеки и попечительства. Если еще нет четырехов, очень хочется работать, то можно устроиться опять в согласии родителей. Если мы уже говорили, что данная работа не насносит вред здоровью, развитию, ну где? Вот перечислены органы в организации кинематографии, театры, театральные какие-то, концертные организации, цирки. Кроме того, трудовой договор, документ, в котором указаны права и обязанности соответствуют продовым кодексом, должны подписывать за вас ваши родители. При этом вы должны пройти медицинский расход. Если вопрос касается денег, до 6 лет всеми действиями проводят ваши родители. От 6 до 14 лет определяется некоторая у вас возможность. То есть можете, как мы уже говорили, осуществлять мертвые бытовые сделки. В частности на правильное безвозмездное получение выгодов. Родители могут вам передать деньги, но несете некую имущественную ответственность. В том числе и за вред. Но если за вас при этом несут родители. Почему? Потому что вы если что-то совершили, они пока еще несут материальную ответственность за ваши действия. Что же про парень полиции? Значит, мы уже говорили об уголовном законодательстве. Если у вас какой-то контакт с органами, с правоохранителями, органами внутренних дел, с полицейскими, вы должны себе запомнить некоторые основные правила. Никогда не надо вступать в конфликт. Пытайтесь спокойно, четко выяснять, что же с вами происходит. Если вы считаете, что что-то происходит незаконно, то вы имеете право говорить, что вы будете обжаловать это в суде и при этом имеете право требовать немедленного оповещения ваших родителей. После прихода в полицию, если, к примеру, вас задержали, вы должны требовать, чтобы составили документ. Где вы будете, к примеру, если вы с чем-то не согласны, вписать, вам будут предоставлены свои возражения. Я не согласен с тем, что что-то со мной произошло. Почему? Потому что все это вы имеете право написать в этом документе, называем протокол. Если вас привлекает в качестве свидетелей, вы что-то видели, давай идите сюда подпишись, ты вот видел, ты будешь свидетелем. Но в частности в отсутствии родителей надо быть более строгим, более к себе с опытом. Во-первых, не открывать дверь, предложить к соседям. Соседи подойдут и подпросить сотрудника полиции предъявить служебное удостоверение, записать номер этого удостоверения. Можно по телефону позвонить органу полиции, сказать, я такой-то ребенок, ко мне пришел такой-то полицейский с таким-то номером, такая-то фамилия, подтвердите, пожалуйста, его полномочия. Если же ребенок если же открыл дверь, то стараться дождаться старшим. Дело в том, что в законе в Конституции прописано в 51-й статье запомните пожалуйста, в 51-й статье Конституции прописано ваше право молчать. Ну еще, как говорят, все, что будет сказано, будет использова против вас. То есть лучше помолчать. У вас есть 51-я статья Конституции, я пользуюсь 51-й статьей Конституции, можете официально заявлять, и без родителей, без адвоката, ничего не буду вам подписывать, ничего отвечать. Требую родителей, требую адвоката. Вас могут задержать, но при этом вы должны тоже помнить. Я уже сказал, 51-я статья Конституции, вы имеете право позвать родителей, и держать вас имеют не более трех часов. Следующий слайд. В суде, к примеру, если вы принимаете участие в судебном заседании, по-разному, по-граждански, по-уголовным, по-семейным, по-разным делам, вы имеете право в суде выражать свое мнение. После десяти лет суть может принять решение о заслушании вас только с вашего согласия. К примеру, по каким вопросам? Это касается семейных, изменения фамилии, решения прав родительских, усыновления, если те хотят усыновить семейным правилом. Если исполнилось 14 лет, можете уже сами стоять наобращаться в суд, к примеру, связанных с вопросами нарушения ваших каких-то прав. Если права нарушены и тем, кто, к примеру, за вами должны наблюдать, то вы можете есть такой орган опеки и попечительства. Вы имеете право туда запомните, что уголовная административная ответственность наступает по законодательству, что после 16 лет наступает частичная законодательная ответственность уголовной административной, а после 18 должны запомнить полное административную уголовную ответственность. Есть некоторые преступления, которые тяжкие в основном преступления, за которые наступает ответственность с 14 лет. Все оно прописано в уголовном и в кодексе административных правонарушений. Еще раз вам говорю, 51-я статья Конституции, вызвать родителей, адвоката, имейте право быть задержанным более трех часов. По правам ребенка президента Российской Федерации, полномочные, ныне назначена Анна Кузнецова, есть такой аппарат по правам ребенка, и вы имеете право напрямую обращаться в этот орган за защитой своих прав. Но также есть и в Московской области, и в Тищинском районе, и в Школе есть все люди, которые названы очень ответственны за соблюдение вами, обществом ваших прав. Ну, мы с вами небольшую информацию провели. Желаем вам здоровья, процветания, благополучия, успеем. Самое главное, спасибо за просмотр, что это последний день в жизни и день в нашей стране. Благодарим за внимание. Я полагаю представитель ветеранской организации Шаблова К-6, Андрей Николаевич Романов, также хочет засвидеть дисплансовых причин, да и внести безумноценную информацию. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы с вами уже не первый раз здесь встречались, в Школе, и вот что хотелось бы вам сказать. Здесь мы долго вам рассказывали, как государство заботится, А теперь у меня к вам простой вопрос. А кто? А если не государство, а вы-то как о себе заботитесь сами? У вас родители, дома, родители, в школе любимые учителя, друзья. А вот вы остались одни. Включили компьютер и началось. Ну, одни используют компьютер, как учебники, скорее, как съем фильмов, песен, а третьи за незаменитые сайтышки, для которых Роскомнадзор еще не будет. Буквально вчера Роскомнадзор и ФСП России задержан 50-летний хлопец, который создавал сайт «Убей сам себя». Да несовершенно разрушил. Фактур, используя эти сайты на лицо, знаете ли, данные общие, 15-летний ребят, из окон обстреляли наряд полиции, приехавшим к ним, а потом Иисус и Маммар, мальчика застрелили сам себя. Кто вас защитит, если не выстану? Не хватаетесь вот такой дебильной информации? Буквально в пятницу, откройте сайт, я вам должен рассказать, назову их слово. Школьник пролюнул ножом в школьницу. Я этот материал взял, потому что это все произошло в школе, где учится не сын. Девятиклассники 1 сентября. Перед уроками девушка входит в класс. Парень сидит. Они друг друга знают, а не хватит. Ой, ты че такая красивая, а это тварию какое дело? Вот с этого все нечего. В итоге он разошлся, бурнул ножом в йорк. Ну че там страшного мира. Приехала прокуратура, и дальше вы можете это представить. Милицом все было написано. У вас только что сказали, что это с ним. Сейчас мама мальчика просит его не наказывать, мама девочка просит его не наказывать, но пятно-то вы уже себе, извините, на одно место наклеили, вы уже в комиссии, вы уже перед таким вот действием не обдуманы. Можно пересиркнуть всю жизнь. Можно. Можайский колонник, но, к сожалению, несовершеннолетних у нас не пустует. Думайте, ребята, о чем-то. Не надо сиюминутно, не прежде чем что-то сделать. Для вас, может быть, это какая-то игра в отношениях, в действиях. Для вас, если вы совершите этот шаг, подумайте, что вы делаете. Буквально несколько дней назад 17-летний школьник решил получить 14-летний. Вот он какой-то такой, извините, парень в очках. Вот их любил. А мальчик в очках кандидат мастера спорта поставил. 17-летний в реанимации. Зачинщик 17-летний. Об этом знал вся школа. А теперь 14-летнюю, извините, опрашиваю. Как же так? А он говорит, а я бы это был шагандидат мастера спорта. Он в лакане махал. Этот в реанимации? Кто виноват? Вот о чем хотелось бы сказать. В первую очередь, ты сами себя должны от себя защищать. От своих импульсивных действий. Таких-то минутных в голове вспышек. Элементарно. Посмотрите. Тут вокруг себя. Вернитесь. Посмотрите. Вот когда вы, прежде чем что-то сделаете, то, что вы хотели вот так на секунду подумать, не только о том, что написано ответственность, а о том, что этот 7-минутный импульсивный поступок может прищеркнуть ваш ум. Вот даже сейчас. Тогда государство вас будет заботиться уже несколько в другом аспекте. Вашего содержания так страшно. Я был в этой колонии подможевской, я видел, что это такое. Ну, иногда вот наши профессиональные люди, которые работают с несовершеннолетними, у них появляется такое предложение. Собрать ребят, которые стоят на учете во втором. И на сутки отпусти в колонию. Показать, что это такое. И я вам скажу, что один раз посмотреть, глава начнёт совершенно буду думать. Ты уже не будешь смотреть на интернете, извините, и стрелять. Потом хватает что-то такое и выходить на улицу под этим делом, изображать из себя ганста. У нас тут в голове. Кроме куколок, может, ничего нет. Кто знает об этом, кто улыбается. Ассоциация идёт. При нас смотрят за этих дебильных боевиков. Которые ничего в общем не имеются. Срядные при жизни вне полиции, в России вне полиции, заповеди. И всё, бред. Их смотреть невозможно. Но зато все супергерои, все стреляют. Как сказал Михаил Затворник, говорит, одна драка, 28 зубов нету. И сломлёк продолжается. Ну, ничего, это не важно. Так вот, ребята, у государства вас заботятся. Вы учитесь. У вас 10 заповедей, которые там будут сказаны, вы найдете правы. Но защитить вас самих от себя может только вы. Поэтому, мой совет, даже вот сейчас, сколько бы вам не было лет, хоть 10, хоть 16, хоть за неделю, за 18 лет, вы еще что-то сделаете, подумайте о себе. В первую очередь о себе. А потом уже о родителях, о школьных учителях. Подумайте, какая нервотропка будет в случае какого-то совершенно... И будь сильного необдумимого поступка. Родители, друзья, учителя. Вот, что хотелось бы вам сказать, дорогие друзья, с надеждой, что это наша далеко не первая и далеко не последняя встреча. Четыре. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Предоставим слово Тужанскому Владимиру Назаровичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Мне неприятно, что мне нас первых дружили. Потому что мне нельзя это делать. Мне неприятно, что нам уже суббит. И мне никому не садится. Если этим будем руководствоваться, то будет привлечь за цель хорошей жизни в нашей стране, в мире и в нашей стране. И делать другого не получится. Здесь такая справедливость. Понимаете, скажу такой маленький пример. Маленький ребеночек. Его целуют везде. Абсолютно. Абсолютно. А по старости мы только будем распадать. Там получил, старость уже не хорошая. То есть, это уже не от нас зависит. Это жизнь такая. Но если мы не будем делать другого нехорошее, и нам это будет делать. И туда мир будет чистить. Нас так же, в жизни могу сказать, куда вы будете. И подумайте, что сегодня кто-то там научился танк боксов, и все, я уже герой. И очень много слабого есть в нормальной жизни, в нормальной судьбе. Потому что вам, я вам расскажу историю, это вам сейчас только вспомнил. Что один художник, великий, великий художник, решил написать картину Ангелина. Но ему нужно было видео. Человек, который был, ему обоснов позицировал. И так называться. Нашли по действительно красивым лицам. Все сложное. Но вторым Ангелинский есть лица. И он нарисовал. И он тоже нарисовал, но нарисовал так, что действительно. Это было... Потом, где через 15-20, ему захотелось нарисовать самоотвратительного тип лица. Вот те, еще такие, калифучные. И нашли. И когда он зашел, ну там показали, вот, будем считать, что человек, уже не человек, не знаю. И куда он это видел, тот, который он должен был позицировать, узнал художника и заплатил. Что же ты со мной наделал? Один и тот же человек. Был Ангелинский лиц и стал извращенец. То есть, стал похож на... То есть, вот жизнь как меняется, вот как гордыня отломает плепей. Как его убивают, все это накормят. Нету выигрыша без проигрыша. Нигде. Ни в чем. Поэтому, будьте счастливы. В этой связи звучало много информации для вас новой, свежей, может быть, какой-то из опыта именно сотрудников органов внутренних дел, которые на земле, как называется, боролись с преступностью. Я бы вам в этой связи хотел бы опыт научной, скажем, научной, из научной среды. Вот такой маленький момент объяснить. Дело в том, что есть такое явление, как стволовые клетки. Вот один ученый с ними экспериментировал с этими стволовыми клетками в 40-х, 50-х годах. И обратил внимание, что одни и те же стволовые клетки, это из которых, по сути, в которых записана суть божественная, можно сказать, суть, дневный код, что из этой клетки потом вырастет. В последующем он что сделал? Эту клетку, вернее, эти клетки поместил в разные среды, внешние среды. Внешние среды разных. И с тем, чтобы посмотреть, вот если одна и та же клетка, в другой среде, что будет себя вести? Что из нее получится? И, вы знаете, поразительно. То есть, природа, ну, создана, условно говоря, Богом, Творцом, мирозданием. Ну, то есть, природа, наверное, правее нас всех вместе взят. Поскольку она нами как бы руководит, в ходе всяких, там, цунами даже, да, то есть, мы не можем ничего с природой сделать. Вот. И, представьте, что одни и те же клетки, но в разных средах начали себя проявлять по-разному. То есть, условно говоря, из одной клетки выросла печень, из другой клетки выросло, там, условно говоря, сердце, и из другой мышца. Это означает, что изменив, вот мы все, по сути, в чем-то одинаково. Ну, так, условно говоря, если нас поместить в разные среды, то мы будем вести себя по-разному. Так вот, если мы посмотрим, что вокруг творится, и примем сами для себя решение, то, например, включаем телевизор, видим, что-то плохое идет на вас с телевизора. Это плохое может повлиять на вас и на вашу жизнь. Кем вы станете дальше? То есть, в этой точке, если вы приняете для себя решение «Да? Нет? Правильно? Неправильно?» Видите плохое? Убийственник говорит «Нет, это неправильно. Понимаете? Я так делать не буду. Приняли в этой точке своей жизни решение такое. Это неправильно для меня. И это неправильно вы отторгли. Соответственно, выбрали правильно. И вот в этой маленькой точке вы пошли по другому пути. И так, как из таких правильных выборов будет состоять вся ваша жизнь? Все. Ваша, вся ваша судьба. При этом, ну, можно назвать все, что нас окружает, это и есть вся внешняя среда. Если мы придем в мебельный магазин и там, например, что-то неприятно пахнет, да? Можно задаться вопросом «А почему неприятно пахнет?» А мы потом узнаем, что, например, в создании этой мебели вот, домешанная некоторые клеи, которые содержат отравляющие вещества боевого применения, вплоть до того, что, да? Вот. Иногда приходит информация, что, иногда приходит информация, что в продукты питания добавляют, ну, какие-то агенты, можно сказать, внешнего влияния нам вот эти не совсем здоровые оздоравливающие элементы, да? Если мы примем один шоколад, чем-то ядовитым пахнет, может, лучше его не трогать. Это точка, в которой вы примете решение себя «Быть здоровым, не быть здоровым». Если вы включаете музыку, чего-то она вам такое ритм задает, какой-то не совсем добрый. Включите добрую музыку, картина, сеет зло, и смотрите, смотрите добрую картину, фильм, зло, насилие, и смотрите, не себе вирусы информационные не загружайте. Смотрите добрый фильм, одежда, че-то она какая-то слишком вызывающая. Да, вам хочется выделиться. Я вас прекрасно понимаю, я был и с жокеем, и диджеем, и на танцах играл, у меня свой клуб был, свое кафе было в 10 классе, да, где я организовал дисконтеки. Вот, я это все прекрасно знаю, все это прошел на себе не один раз. Но, выбор надо делать. Музыку включаешь в добрую, да, люди потом вон танцуют. Я вот как просто диджей, который везел в дисконтеки, я смотрел за людьми, включаешь в добрую, люди становятся, добрыми, говорят, спасибо, а включаешь что-то такое, знаете, тяжеловато. Они уже какие-то злые уходят. Это вам будет из-за жизненного опыта, именно в те годы, которые мы с вами, я с такого же моста, как и был. А потом я тоже понял, почему так происходит. И это нашло, видите, научное подтверждение в свое время. Поэтому предлагаю вам сделать выбор в пользу прав, в пользу законопослушания, в пользу доброго, светлого, света Зарова и ваша жизнь останет именно такой, какой мы вам пожили. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok